Я совершал большие грехи, но покаялась, сделал того, по сей день прошу Аллаха простить мне эти грехи. Я знаю, что Аллах прощает любые грехи, если раскается, и оставит эти грехи. Но слышал, что если рассказывать про них, то Аллах не простит. Это неправильно. Хоть даже ты рассказал, нельзя рассказывать грехи, то, что сам сделал. Ну, если рассказал, я тоже еще другой грех сделал. Но если покаялась за прошлые грехи, хоть рассказал, то за это тоже покаяние сделал. Иншаллах, Аллах, субханаху ата'алла, простит. Много я вижу в комментариях, когда мы говорим, какие бы обильные, большие грехи нету, Аллах прощает. Милость Аллаха огромная. Некоторые начинают в комментариях умничать и говорят, о, будем гулять. Харамное дело, все, что возможное дело. Потом, говорит, если покаяться, Аллах прощает. Этим, говорит, мы открываем дорогу для тех людей, кто грешит. Это не так. Откуда ты знаешь, покаяние Аллах, субханаху ата'алла, тебе оставят или нет? Да, если тебе Аллах дал возможность покаяться и держаться в этом, это милость Аллаха, субханаху ата'алла. Но тот, кто совершает грехи и говорит, я потом тоубу сделаю, покаюсь, этот человек, может быть, даже не будет дожить до покаяния, как не жили этом. Очень много людей оставляют тоубу и говорят, завтра будем тоубу делать, покаяться, после завтра будет грешить. Но тот, кто искренне сожалел за сделание грехи. Сделание грехи, если это между собой и рабом Аллаха, этот грех, например, кому-то ударил, от него прощение попросил. Или кто-то что-то украл, это вернул. Такие грехи между рабом, кто тоже просил прощения и вернул их право. Но если грехи между Аллахом и рабом, тоже просил Аллах, субханаху ата'алла, прощение, Аллах прощает, какие бы обильные большие грехи не были. Если даже ширк Аллах, субханаху ата'алла, прощает, если человек оставит этот ширк и покается, ниже ширка тоже еще больше прощает Аллах, субханаху ата'алла. Вот те, которые грешили до сегодняшнего дня, вот те, у кого большие грехи есть, пусть это будет даже ширк, оставь этот ширк, покайся, Аллах тебе простит. Пусть будет это оставляем намаза, вернись к исламу, начни молиться, Аллах тебе простит. Вот тот, который прелюбодеянием занимался, будь это мужчина или женщина, покайся, Аллах тебе простит. Вот тот, который занимался растовчительством, занимался рыбой, брал деньги на проценты или отдавал деньги на проценты, покайся, Аллах тебе простит. Милость Аллаха обширная, большая, огромная. Вернитесь к Аллаху, Субханаху, Аллах вас простит. Да, облегчит Аллах, Субханаху, нам и вам покаяние. Многие умничают, да, до старости лет будем грешить, потом покаяемся. Кто тебе дал гарантию, что до завтра даже ты доживешь, не только до старости лет. В старости лет тоже такой же будет твой ум, который умничает. Такой же будет твой ум. Обманувшись шайтаном, дальше тоже будешь грешить. Нет, сейчас же покайся, если хочешь, Аллах тебя простил. И тот человек, молодой человек, который вырос поклонением Аллаха, один из тех людей, которые Аллах делает под тенью своего трона судный день. Старайся быть ты таким. Вот тот, который юноша, который сейчас совершеннолетним стал. Остригайся от зина. Да, это трудно в наше время. Очень легко стало это зина делать, прелюбельяние. И очень легко соблазниться мужчины и женщины. Но держитесь за религию Аллаху Субхану Атхаду. И, иншаллах, Аллах вам заменит лучшее в раю. Аллах вам заменит лучшее в раю. Остав спиртное, харамное, харамные фильмы. И, иншаллах, Аллах Субхану Атхаду сделает из тех людей, которые ты зайдешь в раю. Местис пророками, сыттихами, шахидами, иншаллах. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...